Добрый вечер на РБК региональный блок новостей в студии Маргарита Гафарова. Мы вещаем из отеля Кранплаза Уфа. Башкортостан занимает второе место в России по объему средств, направленных на реализацию национального проекта по поддержке МСП. Об этом сообщила председатель Госкомитета Республики по предпринимательству Рима Бойцова. Кроме того, по результатам рейтинга в 2020 году Центр «Мой бизнес» Башкортостана вошел в топ-5 центров и отмечен Министерством экономики России. С помощью муниципальной субсидии создано уже порядка 40 каворкингов разной направленности – IT, ремесленных, а также дома быта. Они открыты почти во всех районах республики. Если говорить об объеме финансирования данного проекта, в 2020 году более миллиарда 300 миллионов было выделено на этот проект. Но здесь надо учитывать, что в этой сумме также сидят средства на создание технопарков. Мы выиграли конкурс и в рамках проекта по МСП получаем финансирование. И здесь же заложены средства, которые были предусмотрены до 2024 года на декапитализацию микрофинансовой организации и гарантийной организации. Напомню, правительство Башкортостана надеется на увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе в 2021 году до 456 тысяч человек. Это на 13 тысяч больше показателя 2020 года. Достичь этого планируется в частности за счет повышения доступности и эффективности институтов развития, мер господдержки, активизации и участие субъектов МСП в госзакупках. По 20 миллионов рублей могут получить инновационные предприятия Башкортостана. Заявки на получение гранта принимаются до 1 марта. Об этом сообщили в Госкомитете Республики по предпринимательству. Субсидии выделят на финансовое обеспечение инновационных проектов, за исключением расходов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В числе направлений грантового конкурса цифровые технологии, медицина и технологии здоровья-сбережения, химические, интеллектуальные и биотехнологии, а также ресурсосберегающая энергетика. Основные параметры предоставляемой поддержки. Размер гранта до 20 миллионов рублей. Вне бюджетное софинансирование за счет собственных или привлеченных средств не менее 100% от суммы гранта. Направление поддержки – это реализация инновационных проектов. Срок реализации проекта – 12 месяцев. В конкурсе могут принимать участие малые или микропредприятия, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Получить полную информацию о конкурсе можно на официальном сайте фонда содействия инновациям. Ну и напомню, гранты предприятиям предоставляются в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. В Башкортостане на устранение нарушений в социальных учреждениях необходимо 111 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель премьер-министра правительства республики и министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. В частности, более 80 миллионов рублей необходимо вложить в работы, связанные с техническим состоянием зданий. Также более 30 миллионов рублей потребуется на закупку средств эвакуации. К такому выводу пришли специалисты в результате проверок, проводившихся после пожара в доме престарелых в Обзелиловском районе. Зачастую республиканские психоневрологические интернаты и дома престарелых расположены в старых зданиях. Некоторые из них 50-х годов постройки. Проверка также показала, что 90% негосударственных стационарных учреждений, обслуживающих пенсионеров и инвалидов, расположенные в жилых домах. О наличии медицинского обслуживания, так необходимого данной категории лица, наличии медицинской лицензии, которая, как я уже сказала, есть во всех наших подведомственных учреждениях, министерствах и пенсионатах, созданных в рамках концессионных соглашений, речи вообще не идет. Ну и отмечу, нарушения были выявлены в 20 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания и в 26 филиалах этих же организаций. Очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 50 тысяч доз поступит в республику до конца января. Об этом сообщил региональный Минздрав. На февраль запланирована еще одна поставка не менее 100 тысяч доз. Всего в Башкортостане планируют привить более полутора миллионов человек в возрасте 18 лет и старше. Это 60% от общего числа жителей региона. За последние сутки коронавирус диагностирован у 168 человек. Таким образом, общее число заболевших перевалило за 23 400 человек. Скончались от инфекции 176 пациентов. Накануне Минздрав сообщил, что Башкортостан вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Это позволяет постепенно переводить коечный фонд в обычный режим работы. Отдых на южных курортах России к лету может подорожать на 20-30%. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России. В рамках акции раннего бронирования цены в среднем увеличились на 10%, а объемы продаж у туроператоров до 15%. Более 95% туристов выбирают пляжный отдых на курортах Краснодарского края и Крыма. Третье место по популярности занимает санатория Кавминвод. Небольшую долю спроса по акциям раннего бронирования занимает Калининградская область. Эксперты прогнозируют, что в конце марта после завершения программы возможен серьезный рост цен. Отмечу, что повышенный интерес наблюдается и на курорты Башкортостана. Так, по данным сервиса бронирования жилья Твилру, банная заняла третью строчку в рейтинге топ-10 мест для летнего отдыха. Проживание здесь обойдется в среднем в 4 тысячи рублей за сутки. Уже прошлый год показал, что республиканский и российский отдых подорожал, поднялся в цене. Опять же, эти 10-15% сегодняшнего дня говорят, что повышение в связи с прошлогодним ценовым балансом увеличился. И я так думаю, что эта тенденция будет возрастать. Выросли цены и на летний отдых в Турции. Уже сейчас путевки подорожали на 15%. Так, недельный отдых в излюбленной россиянами стране в июне обойдется примерно в 60 тысяч рублей за двоих. При этом объем приобретаемых туда туров сократился на 80% по сравнению с прошлым годом. Пик продаж туроператоры ждут ближе к апрелю. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь на РБК.